Брат спрашивает, каким образом мусульманин должен отчитывать себя. Да, конечно, мусульмане, братья, тот человек, который постоянно должен работать над собой. Он не должен никогда расслабляться. Он всегда должен идти к совершенству. Каждый твой день, каждой твоей новой недели, каждый твой год, он не должен быть таким, какой он был вчера или в прошлую неделю. Или в прошлую неделю. Ты должен идти к совершенству. И для этого нужно отчитывать себя. И как мы указали на предание Умра, Умра говорил, то есть отчитывайте себя перед тем, как вас отчитают. Каким образом оно должно быть? Пришло от некоторых салятов, также передается от некоторых сподвижников, потому что они уединялись. Например, неделю один час, два часа сидели одни и размышляли. Вспоминали о своих грехах, о своих недостатках. И обещали себя до следующей, например, недели от этих недостатков избавиться. То есть вели отчет. Вот таким образом. А не просто один раз посетить, сказать, а я такой-такой, как нехорошо, что я сделал тот и тот, и пошел, больше не изменился, ничего. Нет. Ты став перед собой цель. Даже брать в элементарном бизнесе. Если ты не будешь отчет вести, любой бизнес, самая маленькая какая-то будка, если ты не будешь отчет вести, ты не будешь знать, ты находишься в прибыли или в убытке. Только когда ты получаешь отчет, смотришь, сколько ты потратил, сколько ты приобрел, ты понимаешь, ты в убытке или в прибыли. И то же самое, братья, правильный идеален. Ты, может, делаешь намаз, ты, может, даешь зякат, даешь садака, но, может быть, в минусе все равно. Поэтому пророк Саласан в одном из хадисов говорит, от Адруна Мальмуфли, знаете ли вы кто такой обманкротившийся человек? Люди сахабы сказали, обманкротившийся человек, это тот, у которого нет ни денег, ни семьи, ни дома и так далее. И пророк Саласан сказал, нет, это не тот. Обманкротившийся Муфлис, это тот, кто придет в судный день, у него будут намаз, у него будут зякат, будут садака, будут праведные деяния. Однако наравне с этим он такого-то обманул, другого оклеветал, третьего взял имущество не по праву, пятого ударил. И в судный день все эти хорошие деяния, которые он приобрел, он раздаст этим людям. Видите? То есть он делал хорошие деяния, однако он не отчитывал себя, и он не понимал, что он на самом деле в убытке. Он думал, что я делаю, аль-хамду, намаз, тогда в судный день приду и спасусь. Так он думал, потому что не отчитывал себя. Не отчитывал себя. Однако, как приходит в хадисе, все свои хорошие деяния он отдаст, и будет так, что его грехов будет больше, чем даже хорошие деяния. То есть он все свои хорошие деяния отдаст, и после этого скажут те люди, по отношению к кому он поступил, несправедливо, пусть теперь они свои грехи переведут на него. То есть пока он сполна не получит за свою несправедливость, от него не отстанут. Судно мне. Поэтому, видите, братья, это нелегко. Нелегко. И не зря пророк Салазарин говорит, что правдивый торговец, он будет с пророками в раю. И с праведниками, и с шахидами, то есть мучениками. Это же нелегко быть правдивым, когда ты торгуешь. Нафс, страсть тебя постоянно толкает на зло, на то, чтобы притеснить, на то, чтобы именно самому получить выгоду. Поэтому, да, верующий должен обязательно уединяться, отчитывать себя. И нет проблем, если он запишет свои грехи и потом постарается от него избавиться. В этом нет проблем. То есть, да, мусульман, но самое главное, что, братья, над собой постоянно работать. Если мы посмотрим на жизнь праведников, сподвижников, мы увидим, что они не сразу стали такими. Они долгий промежуток времени с собой работали. И в ментально хадис, в одном из хадисов пророк Салава Ассалям говорит, что никто из вас не почувствует сладость зверы, пока он не полюбит Аллаха, меня, больше всех на земле. Даже своих детей, своих родителей и самого себя. когда он ради Аллаха услышит хадис, он скажет, что посланник Аллах, клянусь Аллахом, я тебя люблю больше всех, кроме самого себя. Искренне он был собой. Видите, он отчитывал себя. Мы сегодня слышим какие-то, например, аяты и хадисы про тех, кто поступает несправедливо, попадает в ад, будет мучиться в могиле. Мы воспринимаем так, что это мне не касается. Это про кого-то другого, это мне не касается. А сахабы не так были. Они, когда что-то слышали, они сразу этот аят, этот хадис применяли на себе. Поэтому Ибн Масуд Раиллахом говорит, когда ты в Коране читаешь Ибн Масуд говорит, когда ты слышишь этот аят, сразу сосредоточься. Потому что к тебе обращается Аллах. Либо приказывает добру, либо предостерегает от зла. И возвращаясь к этому хадису, что говорит Омар? Говорит, что я клюсь Аллахом, о посланник Аллаха, тебя и себя люблю больше, чем тебя. Что отвечает ему пророк Сауссан? Говорит, пока, если так, Омар, то пока ты не достиг этого имана, этой веры ты не достиг, что почувствуй полностью сладость веры, совершенство веры не достиг ты еще. И когда проходит определенный промежуток времени, Омар Алианан говорит, о посланник Аллах, вот сейчас я могу сказать, что я тебя люблю больше, чем тебя. На что посланник Аллах отвечает, вот сейчас ты достиг этой степени, Омар. Видите, братья? То есть это хадис, что нам учит, что нам показывает? Показывает то, что сахабы работали над собой, а они сразу стали таким, они постоянно работали над своим недостатком, избавлялись от этих недостатков и прикладывали усилий, это нелегко. Более того, это указано на то, что они все хадисы и высказы пророка применяя на себе, отчитывали себя, я соответствую этому хадису или не соответствую, у меня есть ли этого нрава или нету, если нету, работаю над собой, пока не достигали этого. И так они стали сподвижниками, так они стали самыми лучшими людьми после всех пророков. Поэтому, конечно же, нужно работать над собой, работать над собой, находить свои недостатки, избавляться от них и увеличить свои правильные идеи.